Ребята, здорово, что мы все сегодня собрались, и я вам предлагаю приготовить оливье, но необычное. Так, угадайте, чего здесь не хватает? В обычном оливье что 100% должно быть? Колбасы! Колбасы, так, поэтому мы ее, в общем, заменим на тунец. Это, да, это очень вкусно должно получиться, и сделаем мы с вами не просто оливье в такой миске, мы его выложим с вами венком. Мы ни на секунду не сомневались, какой салат приготовить с коллегами, ведь это самое ожидаемое блюдо на новогоднем столе. Список ингредиентов знаком всем с самого детства, однако у нас есть одна фишечка – это тунец. А вот что мы будем с ним делать, узнаете позднее. Марк и Алина приступили к нарезке картошки и морковки, а Лера нашинковывает красный лук. Оля пообещала показать мастер-класс по нарезке яиц. Наш невидимый, постоянный человек, который всегда с нами. Всем привет! Кирилл Яранцев, помашивая морковь. Да, давайте я выйду. Он специально это делает, смирает, чтобы не резать яйца и морковку. Алина, всех с Новым годом! И тебя, Кирилл, с наступающим! А мы тем временем начали делиться кулинарными премудростями. По правилу приготовления салата все должно быть одного размера. У нас, например, горошек, самое маленькое, и делаем все под размер. Бабушка однажды жалилась надо мной и показала мне вот такой мастер-класс. Ну, тогда это называлось не мастер-класс, а наука бабушкина. В общем, очень все просто. Мы закладываем в чистую кружечку яички, а потом мы берем нож, удобный, ну, не гигантский, конечно же, и начинаем нарезать яички. Чтобы лук стал помягче, минут 20 маринуем его в винном уксусе, или, как в нашем случае, в гранатовом соке. Настало время фишечки нашего оливье. Так, и дальше у нас самый важный момент. Мы с вами должны будем добавить тунец, который будет нашей фишкой салата, в лук. Так, режем. Не могу открыть банку. Алина, поможешь? Было не видно. Я режу огурцы. Да, режь, давай, быстрее. А мы пока с вами скидаем все в одну тарелку. В нашем салате нет вареной колбасы, а есть тунец. К нему мы добавляем лук, майонез и горчицу для пикантности. Смешиваем все ингредиенты и не забываем про горошек. 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 Не забыла. Не забыла. Так, нам с вами осталось все это красиво выложить в форму. На сервировочное блюдо ставим разъемное кольцо. В центр поставить стакан. И выкладываем салат. Мы решили это сделать слоями. Все, финишная прямая. Наш салат почти готов. Осталось только снять форму и украсть его. Ух ты как. Это получилось сделать. И самое страшное. Страшное, да. Ты не похож за такую. Да, это получилось. Ура! А еще вы можете написать нам и рассказать о том, какие вы готовите блюда новогодние до своего новогоднего стола. У всех с Новым Годом! С Новым Годом! Ух ты! Уда,거든요. Ура! 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 Продолжение следует...